МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа события недели с самыми важными и интересными новостями города. Вас познакомлю я, Ксения Комогорцева. В этом выпуске вы увидите. Сессия Городского совета депутатов, волонтерская работа, рейдовые мероприятия полиции, МЧС предупреждает, противопожарный период, православная Пасха. С началом определенных мер по недопущению возникновения и распространения в нашем городе коронавирусной инфекции особое внимание властей уделяется пожилым людям, со здоровьем которых в силу их возраста следят с особой тщательностью. На помощь горожанам золотого возраста приходят волонтеры. О севербайкальцах, для которых слова помощи, забота – не просто звук, а ежедневные дела, расскажем в нашем сюжете. Во время этой непростой ситуации, сложившейся во всем мире по причине распространения коронавирусной инфекции, самыми уязвимыми оказались наши пожилые люди. Именно они и болеют тяжелее, и заражаются чаще. Правительство страны и Республики Бурятия рекомендовало людям старшего возраста строго соблюдать режим самоизоляции для их же блага. С возрастом возможность сопротивления организма всяким вирусам и бактериям снижается. И поэтому очень важно, чтобы пенсионеры пересидели все атаки коронавируса дома и сохранили свое здоровье. На помощь тем людям, которые по каким-то причинам проживают одни, им некому обратиться за элементарной помощью, будь это хотя бы просто поход в магазин за булкой хлеба и пачкой молока, пришли волонтеры. Это если не мы, кто еще может помочь. То есть, когда мы услышали призыв о том, что нужны люди, которые должны помогать, я сразу поняла, что я пойду, потому что именно те люди, которые находятся в самой серьезной зоне риска. Очень тяжело все переживают, особенно люди, которые в преклонном возрасте. Они соблюдают все правила, правила самоизоляции. Им очень тяжело это все переживать на самом деле. Но мы их поддерживаем, говорим оставаться дома, чтобы они не переживали, это все закончится. Можно еще попросить наших жителей? Если вы видите вот такого человечка в очереди, в ВИСТе в основном, вот в коммунальных платежах, очень большая просьба проявить свою гражданскую позицию, пропустить нас без очереди. Это значит, что мы помогаем кому-то на данный момент, и у нас еще таких много, что у нас время ограничено. Очень большая просьба. 30 марта в нашем городе действует штаб волонтерский проекта «Мы вместе». На сегодняшний день волонтерами выполнено 96 заявок. Вообще наш штаб включает в себя 10 активных волонтеров, но заявки именно на волонтерскую деятельность поступают каждый день. Очень радует, что активных вот таких вот граждан с активной жизненной позиции очень много, которые хотят помогать, тратят свое время на то, чтобы помочь вот таким вот незащищенным гражданам нашего города. И хочется призвать всех оставаться дома, соблюдать режим самоизоляции, и обращайтесь к нам, к волонтерам. Мы сейчас не ограничиваем ни пожилыми гражданами, помогаем вообще всем. Если вам нужна помощь волонтеров, обращайтесь по номеру телефона 8 902 452 0054. Одним из первых и пока единственный в городе хозяин кафе Ашербай Джураев не остался в стороне от трудного положения пожилых и одиноких граждан и обеспечил доставку горячего питания нуждающимся. Поблагодарить предпринимателя за эту безвозмездную помощь и участие приехал глава города Олег Котов. Очень хорошо, что такие люди у нас есть, как вы, что не остались в стороне, потому что кризис, он настолько сложен, что у некоторых вопрос на выживание выживут, не выживут. От всего сердца, от всей души вам огромное спасибо за ту помощь, которую вы оказываете. Спасибо вам тоже, что вот сейчас, в данный момент, не каждый год же, не каждый день же такая ситуация у нас складывается. В данный момент надо друг другу помочь. Мы, наша родина, наша страна, вот я так считаю, еще похлещие трудности пережили. Это тоже, наверное, Бог даст, переживем. Это все пройдет. Это все временно, да, я считаю. Вот сначала сказали, до 6-го числа же, да, было бы объявлено вот это карантин. Потом сказали, до 14-го. Потом указ вышел до 30-го апреля. Ну, мы на этом... Некоторые думали, что мы до 6-го числа будем. Ну, сколько будет карантин, сколько будем обслуживать. Вот, которые мне дали, список, вот мне 21 человек. Будем кормить каждый день, хотя бы один раз в день, горячим питанием за счет заведения. Спасибо, но на сколько сил хватит? Так что будем надеяться, эти люди будут надеяться. Все равно все пройдет, все трудности закончатся, и кафе, как и прежде, будет принимать гостей? Еще больше будет гостей. Свежие и питательные обеды начинают готовить с самого утра правильно обученные повара заведения с соблюдением всех положенных норм и правил. С начала апреля ежедневно с большой благодарностью люди получают не только полноценный обед, но и человеческую заботу и внимание. Такая сердечная отзывчивость не осталась незамеченной. Она дала надежду тем, кто этого очень ждал. Работники данного кафе знают, что благодарят их не только за эту вкусную еду, а еще и за то, что они просто навестили этих бабушек и дедушек, просто вспомнили о них. Вот нас кормят, детей войны, и как мы голодовали, а? А сейчас я даже плакала первый раз, когда еду дали. Бесплатно, думаю, кто мне дал? Это бесплатно? Мы даже пропастину ели, вот как голодовали. Ой, спасибо большое, поварам, спасибо скажу. Все, вам спасибо. Ага, до свидания. До свидания. Хорошие дела должны поощряться. Этот пример показателен и для других наших благотворителей и жителей города. Оглянитесь вокруг. Возможно, где-то рядом с вами находится человек, который тоже нуждается в заботе, и пусть ваша доброта и щедрость вернутся к вам с торицей, успехом и благополучием. В завершении хочется напомнить, что заражению коронавирусом подвержены абсолютно все слои населения. Сейчас, как никогда, мы должны понимать, что мы не должны оставаться равнодушными, и мы должны проявлять уважение к ближнему. Сейчас особенно нужно и необходимо ограничить себя в лишних выходах из дома. Это ненадолго, но это очень важно для всех нас с вами. Нам нужно помочь, и для этого есть выход – оставаться дома. На сегодняшний день в сложившейся ситуации, как и в стране, так и в Республике Бурятия, действует горячая линия. Органы социальной защиты принимают звонки от пожилых граждан старше 60 лет, одинокопроживающих граждан, а также лиц с ограниченными возможностями. Данные заявочки передаются в Центр волонтерского движения, которые готовы оказать помощь данной категории граждан в доставке продуктов, питания, медикаментов, а также товаров первой необходимости. Телефоны все указаны либо в органах местного самоуправления, либо в органах социальной защиты, могут граждане уточниться. Рейдовые мероприятия в рамках профилактики возникновения и распространения коронавируса, а также с целью выявления иных правонарушений, провели в минувшую пятницу сотрудники Межмуниципального отдела МВД России Севербайкальский. Таких масштабных рейдовых мероприятий в городе не было давно. На боевой пост заступает весь личный состав отдела. Задача каждого носит официально длинное название – максимально разъяснить ответственность за нарушение правил обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в период действия мер по предотвращению возникновения и распространения коронавируса. Уважаемые граждане, инспормируем вас, что в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции указан главы Республики Бурятия на территории региона объявлен режим полной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать мест постоянного проживания. Для сохранения здоровья вас и ваших близких оставайтесь дома. Охват проверяемой территории – весь город, все улицы и дворы. К слову, в последнее время многим севербайкальцам стало все труднее сидеть дома. Особенно это касается молодежи. Тут и там мелькают гуляющие прохожие, работу с которыми проводит пеший патруль. Полицейские напоминают – без особой надобности выходить из дома не нужно. У нас тут полиция осадок. Куда вы направляетесь? Успеть хотел, за хлебом бабушка меня послала. Меры надо принимать, дело серьезное. Вон, внучку не вылазим из дома. Она лезет аж, хотим. Профилактику надо, конечно, проводить. Проверка документов у водителей – стандартная процедура. Особое внимание уделяется тем, кто въезжает и выезжает из города. Каждому вручается протокол с разъяснением и памятки о мерах профилактики. У нас проводятся профилактические мероприятия с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Вячеслав Михайлович, так что берегите себя и своих близких. Да, хорошо, сейчас в северном среде не дома будете ехать на коронавирус. Да, никуда не уезжайте. Постепенно горожане привыкают и к новому режиму работы магазинов. Теперь купить продукты и товары первой необходимости можно до 7 часов вечера. Но не все предприниматели выполняют условия работы до 19 часов. В некоторых магазинах бойкая торговля продолжается и после указанного времени. 10 апреля 2020 года в городе Севербайкай сотрудниками полиции проводились рейдовые мероприятия, направленные по разъяснению гражданам правил соблюдения режима самоизоляции. Во 20 часов при проверке магазина «Черембас» продавец реализовал через окно продукцию. В нарушении решения номера 3 от 3 апреля 2020 года заседание Межведомственного городского штаба по предупреждению завоза и распространению новой коронавирусной инфекции, утвержденного главой муниципального образования города Севербайкайск, в котором на территории города Севербайкайск определено время работы магазинов с 8.00 до 19.00 часов. По прибытии на место сотрудники полиции представились, предоставили служебное удостоверение продавцу, попросили пояснить, по какой причине магазин не закрыт, на что продавец отказал что-либо пояснять и закрыл окно магазина. По факту неповиновения законному распоряжению сотрудника полиции в отношении продавца составлен протокол об административном правонарушении, предусмотрен статьей 19.3 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации. Кроме того, 11 апреля 2020 года в 7 часов в 25 минут тот же продавец магазина «Черембас» реализовала пиво в запрещенное время. По факту нарушения правил продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции владелец магазина «Черембас» привлечен к административной ответственности по статье 14.16 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Также в действиях продавца магазина по факту невыполнения правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения имеются признаки административного правонарушения, предусмотрены на части 1 статьи 20.6.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. влечет в наказание в виде административного штрафа в размере от 1 тысяч до 30 тысяч рублей. Материалы направлены в суд для принятия правового решения. Всего за вечер пятницы сотрудниками полиции было вручено более 200 протоколов с разъяснениями. Следует отметить, что это пока предупредительные меры, которые не облагались штрафами. В отличие от нашумевшей истории с многодетной матерью, вызвавшей им большой общественный резонанс. Ранее сотрудникам нашего отдела в СМИ давался комментарий о привлечении матери троих детей к административной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических мероприятий по статье 6.3 Кодекса административных правонарушений, что вызвало неоднозначную реакцию общественности и негативные комментарии в адрес полиции. Здесь хотелось бы разъяснить ситуацию по данному сообщению. Происходило все следующим образом. В наш отдел обратился отец данной гражданки, который сделал нам сообщение о том, что данная девушка оставила без присмотра двух несовершеннолетних детей, длительное время находится в состоянии алкогольного пенения. При этом третьего ребенка она забрала с собой и проследовала к месту употребления спиртными напитками, то есть прошла в гости. Соответственно, никаких мер безопасности она ни к себе, ни к ребенку не предпринимала, масками, перчатками не пользовалась и тем самым подвергла опасности себя и ребенка. Данная гражданка была привлечена в том числе к административной ответственности по статье 5.35 за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Ранее данная гражданка привлекалась также к уголовной ответственности за оставление в опасности несовершеннолетнего новорожденного ребенка. Подобные мероприятия будут продолжаться на период всего режима повышенной готовности. Введенная с 1 апреля в Кодекс об административных правонарушениях статья 20.6.1 невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения – норма новая и в российской практике уже применяется активно. Уважаемые жители города Северо-Вайкальска, полиция настоятельно рекомендует и советует вам соблюдать меры режима самоизоляции без крайней необходимости не покидать места своего проживания в случае выхода за пределы мест проживания, иметь при себе документы, удостоверяющие личность, а также в случае исследования на работу к рабочему месту также иметь при себе справку от работодателя, который подтвердит данный факт, и, соответственно, документы, удостоверяющие личность. В настоящее время сотрудниками полиции во взаимодействии с иными субъектами профилактики на постоянной основе проводятся рейдовые мероприятия, проводится разъяснительная работа, раздаются листовки гражданам, в которых мы призываем соблюдать санитарно-эпидемиологические мероприятия в целях вашей личной безопасности. Также обращаюсь к индивидуальным предпринимателям, владельцам торговых точек и продавцам. Тоже прошу вас соблюдать ограничения, наложенные федеральным законодательством и иными нормативно-правовыми актами в период проведения ограничительных мероприятий, не осуществлять торговлю после установленного времени, 19 часов, так как тем самым вы провоцируете сбор граждан, которые посещают данные торговые точки, собираются, покидают свои места проживания, и, соответственно, тоже нарушают режим самоизоляции. Кроме этого, хочу попросить и обратиться к жителям нашего города пользоваться только проверенными сайтами доставки, которые размещены на официальных сайтах администрации, доведены до населения, так как в период вот этих мероприятий участились случаи мошенничества. Мошенники предлагают различного рода товары, доставки по заниженным ценам, и наши граждане на эти уловки мошенников зачастую ведутся и остаются обманутыми. Поэтому пользуйтесь только проверенными сайтами для приобретения и доставки необходимых продуктов питания и предметов первой необходимости. 15 апреля Олег Алексеевич Котов провел онлайн-конференцию с представителями малого и среднего предпринимательства Севербайкальска. В течение двух часов глава города отвечал на самые проблемные вопросы, которые волнуют горожан. Темы, обсуждаемые во время конференции, касались не только бизнеса и мира его поддержки, но и ситуации с коронавирусом в целом. Также Олег Алексеевич ответил на вопросы о ремонте дорог, о честных сооружениях, до начисления за коммунальные услуги, благоустройству города и другие. Посмотреть сохраненную версию онлайн-конференции вы можете во всех социальных сетях в группе нашей программы и на сайте компании Айронет. Свеча памяти – это международная акция, участники которой вот уже 11 лет, ежегодно в День Победы, зажигают свечи в честь 27 миллионов погибших в Великой Отечественной войне и всех павших в боях за Родину. В связи с введением в нашем городе ограничительных мероприятий по недопущению возникновения и распространения коронавируса волонтеры Победы призывают жителей вашего дома поддержать акцию, погасить свет в квартире, зажечь свечи и аккуратно поставить к окнам. Это не только знак общей скорби народов, победивших фашизм, но символ глубокой благодарности и единства. В России свеча памяти стала важным общенародным актом солидарности наряду с акциями «Георгиевская лента» и «Бессмертный полк». Время проведения акции – 9 мая в 21 час 45 минут. Вслед за наступлением календарного апреля тревогу бьют сотрудники МЧС. Непрочный лед уже стал зоной риска для любителей рыбалки и других выезжающих на Байкал водителей. Ранняя весна, переменчивая погода, перепад температур. Этих факторов более чем достаточно для изменения структуры ледового покрова. Прочный на вид в реальности лед может сыграть плохую шутку с любителями езды по Байкалу, многие из которых рискуют по принципу русского авось. За минувшую неделю в нашем районе в воде оказались две машины. К счастью, происшествия обошлись без пострадавших. Но спасатели предупреждают – везет не всем и не всегда. Выезд на лед может стать смертельно опасным. Уважаемые жители нашего города, в этом году лед на Байкале был не очень хороший. И весна у нас достаточно ранняя, теплая. Лед уже пористый, ненадежный. И уже было два случая провала машин. Поэтому убедительная просьба – не выезжайте на лед озера Байкал, не подвергайте свою жизнь опасности. И машина тонет за считанные минуты. И к вам вряд ли кто-то успеет прийти за это время на помощь. Берегите себя и своих близких. С приходом устоявшейся теплой и сухой погоды на территории всей республики начинает действовать особый противопожарный режим. Уважаемые жители и гости нашего города, наступает весенне-летний пожароопасный период. В данное время опасно наличием большого количества сухой травы и горючего мусора. Это значит, что неосторожность с огнем в любой форме, будь то брошенный окурок или не потушенный полностью костер, представляет собой опасность. Такая обычная для весны процедура, как очистка домовладения от мусора, не должна иметь каких-либо последствий. Однако так бывает не всегда. Ежегодно от палок сухой травы сгорают целые деревни. Тысячи людей остаются без крова. Как пример, можно вспомнить пожар в нашем с вами дачном кооперативе Бирозовой Рощи. С начала текущего года подразделения пожарной охраны Бурятии выезжали на тушение сухой травы уже более 300 раз. В связи с чем, убедительно прошу вас, соблюдайте правила пожарной безопасности, позаботьтесь о себе и своих близких. Если вы стали очевидцем возгорания, звоните по телефону 01-100-101-112. Очередная сессия Городского совета депутатов состоялась 26 марта. О наиболее важных и интересных вопросах повестки расскажет Лариса Зеленовская. 16 декабря 2019 года президент Российской Федерации подписал федеральный закон, направленный на реализацию проекта «Электронная трудовая книжка». Индивидуальный лицевой счет дополняется новым разделом «Сведения о трудовой деятельности» продолжила Галина Климентевна. Для работодателей вводится обязанность представлять пенсионный фонд информацию о трудовой деятельности своих работников. А работникам предоставляется право выбора. Таким образом он будет вести трудовую книжку в своей кадровой службе на бумажном носителе или же в электронном виде. Сдавать форму отчетности с СЗВ ТД трудовая книжка будут все, без исключения организации и индивидуальные предприниматели, использующие труд наемных работников, начиная с 2020 года. Указом президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года номер 204 определены основные базовые показатели благополучия граждан – обеспечение устойчивого роста численности населения, повышение продолжительности жизни до 78 лет. Один из механизмов решения этой задачи является обеспечение санэпид-благополучия. Территориальный отдел и филиал Эвбуз «Центр гигиены и эпидемиологии» в 2019 году осуществляли свою деятельность с учетом основных направлений деятельности на 2019 год, а также в целях исполнения плана Роспотребнадзора на период 2016-2021 годов по реализации документов стратегического планирования. Сергей Алексеев докладывал об основных показателях. Продолжилась работа по достижению запланированных дикативных показателей деятельности, так и из 25-ти нозологических форм инфекционных процентарных заболеваний, зарегистрированных в городе Северо-Байкальск, произошло снижение по 13, в том числе с муниверсом в 6,5 раза, гастроэнтроколитом, неустанованной антиологией в 3 раза, укусы животных в 1,29 раза, хроническим вирусом, гепатитом С в 4 раза, инфекционным иммунонуклеозом в 1 раз болезнью лайма, в 1 раз гонорееве 2 раза, вирусом иммунодефицита человека в 3,72 раза, туберкулезом в 3,72 раза, укусами и крещами в 1,55 раза, леболиозом в 1,4 раза, энтеробиозом в 1,03 раза, хронирозом в 1 раз. Число укусов крещами по сравнению с предыдущим годом уменьшилось в 1,55 раза. Интенсивный показатель выше среднереспубликанского показателя 2019 года, выше среднереспубликанского показателя. В 2019 году также зарегистрирован один смертельный случай от крещевого вирусного энцефалита. В течение 2015-2018 годов смертельных случаев на территории города не регистрировалось. Последний смертельный случай был зарегистрирован в 2011 году. Нерешенным остается вопрос по проведению аккорицидных обработок дачных кооперативов. За истекший год зарегистрировано 2 случая впервые выявленного активного туберкулеза. Показатель заболеваемости составил почти 12 на 100 тысяч населения, что в 3,72 раза, ниже показателя заболеваемости предыдущего года. Огромное здание ДК «Железнодорожник» в основном пустует или используется для других целей, в то время как ДК «Байкал» давно не вмещает всех желающих позаниматься в различных кружках, секциях, ансамблях. С предложением главе республики Алексея Цыдинову в его недавний визит в наш город передать Дом культуры «Железнодорожник» на баланс города обращалась не только Светлана Зубарева, как начальник отдела культуры, но и те многочисленные артисты, что ютятся сейчас в ДК «Байкал». После завершения выступления Светланы Геннадьевны Алексей Цыбульский задавал вопрос, а реально ли это сделать городу. Мы здесь можем платить такую заработку, плату, как платит ОЖД работника. Мы сократим рабочие места. Они содержат его, содержат там 20 человек. Но и Ц по зубам бюджет просчитывает. Экономическую составляющую как-то нулевого образа мы просчитывали. Просчитывали. Приходили к Олегу Алексеевичу, показывали. Хотелось бы тоже этим делом ознакомиться. На сегодня у них коммуналка составляет 2 миллиона 400. Давайте я расскажу, наверное, потому что экономика, экономика, мы не только экономика, и социальная точка на нее смотрим. На сегодняшний день самая главная проблема, самая большая проблема для каждой дорожки используется нецелевое назначение. Там 50% посвязать право, крыло, там все, коммерческие магазины. А у нас культуру, если в ДК зайти, там человек на человека сидит, даже у нас группы, которые есть большие, они репетиции проводят в 3 этапа. Целостность картинки даже не можем показать. Но мы, понятно, мы на дотациях, мы будем просить дотации. Понятно, что экономика, с большой раз, она будет гораздо лучше. это 90-90-х, хотя славянами говорят, что расчеты есть, но мне кажется, что, конечно, нет. И поэтому самый главный у нас акцент это социальная значимость объекта. Объект должен использоваться по целевому значению. Там должны кружки заниматься, театры, балеты, но никак они должны продаваться шубы и мебель. Для этого есть все другие у нас площади. И надо забирать. Тогда у нас ребятишки, молодежи будут где заниматься и чем заниматься. Григорий Алексеевич, это понятно, бесспорно, тут парировать нечем, но у нас есть вариант даже первоочередной, на мой взгляд, приоритетный, это строительство. Теоретически мы можем уже попасть в программу по строительству ДК. То есть этим путем, я думаю, первоочередную задачу ставить, этим путем двигаться. Дополнительно рабочие места людей не хочется стереть. Нет, мы никто не говорит, что строить не будем, мы и на встрече сельсиями будем, что проект не будем делать однозначно. У нас даже два ДК, они не закрывают нашу потребность. Поэтому мы будем однозначно, сейчас реально финансирования нет, 21-22 года нет. Мы в течение 21 года сделаем проект, это касается и музея под открытым Непл, чтобы оно все в комплексе было. И ДК однозначно к Байкалу, на месте Байкала, вот там, где он сам стоит, у нас одного ДК же, но мало будет для города. Тем более, видите, самое главное у нас был показатель, что люди из города перестанут уезжать. 19-й год показал, что он уехал всего в месяц на 6 человек безработица, но в целых 9 десятых тоже высокий показатель, даже невероятно высокий, потому что таким показателем, работодателем очень тяжело укомплектоваться. Сейчас у нас работодатели всех без всякого конкурса, потому что конкуренциями забирают, лишь бы кто-нибудь работала такая ситуация. Можно я еще два слова добавлю? Я хочу сказать, вот по итогам 19-го года учреждение культуры имеет даже вот такую базу, какая у нас сейчас есть, мы заработали 12 миллионов. Я считаю, что это очень хороший показатель, и когда к нам придет еще дополнительно площадь, на которой мы можем развивать свои услуги, я думаю, что и здесь у нас тоже рост наших платных услуг увеличится. 19 апреля верующие отметят один из главных христианских праздников – православную Пасху. Со светлым днем Воскресения Иисуса Христа севербайкальцев поздравил епископ Севербайкальский и Сосново-Озерский Николай. Дорогие севербайкальцы, уважаемые гости нашего города, возлюбленные во Христе братья и сестры, Христос воскресе! Рад всех вас приветствовать этим жизнеутверждающим и поистине радостным возгласом. Христос воскрес и радуется людей, так сказал вселенский учитель Иоанн Златоуст. И эта радость доступна каждому человеку, будь то христианин или человек другого исповедания, будь то праведник или грешник, все сегодня радуются, потому что Христос воскрес и своим воскресением осветил весь мир, видимый и невидимый. В этот торжественный и поистине радостный день всех вас от души поздравляю, желаю вам мира, добра, здоровья, братолюбия, всего самого светлого и доброго. И пусть воскресший Господь наш Иисус Христос своим воскресением из мертвых каждого из вас вдохновляет на добрые дела. Пусть пасхальная истинная радость войдет в каждую семью и в каждый дом, осветит ваши бессмертные души и даст вам сил для того, чтобы преодолевать в жизни все различные препятствия, которые стоят на нашем пути. С Пасхой Христовой, дорогие мои, пусть Господь воскресший хранит вас на вашем жизненном пути, вас и ваших близких, а Божья Матерь покрывает вас своим святым омофором. С праздником, дорогие мои, низкий вам поклон и благословение Божие добудет со всеми вами. На этом у нас все. Смотрите все выпуски программы События недели на каналах СТС и ТНТ во всех социальных сетях, на сайте компании Айронет и в мобильном приложении Сити Алерт. Мы увидимся на следующей неделе. Берегите себя и оставайтесь дома. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»!